Я хотела узнать у вас ваше мнение о том, что же изменилось у Димаша за последнее время. По крайней мере с того времени, когда мы разговаривали с вами, два-три года тому назад. У него все больше поклонников во всем мире. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями о Димаше. Скоро Димашу исполнится 30 лет. Это очень важный для него период жизни. Я могу предсказать даже, что будет поворотный момент в его жизни. В 30 лет мужчина, это когда он обретает мудрость. Теперь у него есть мудрость. Да он и так всегда, в принципе, был мудр. Даже когда ему было 22 и когда ему было 19. Он всегда был мудрым. И он очень умный. Вообще, он не только умный, но и мудрый. Потому что, если посмотреть на историю и увидеть то, что множество умных людей совершают ужасные, глупые вещи, и они тренируют свой ум для хороших дел. Димашу исполнится 30 лет. Во многих культурах по всему миру, я не знаю про Казахстан, 30-летие действительно выделяется. Во многих культурах мужчины могут использовать свою мудрость. И для Димаша это очень важно. Так, день рождения Димаша будет 25 мая? День рождения будет 24 мая. Ваше мероприятие будет 24 мая в Голденгейт парке? Мероприятие будет 25 мая, потому что это будет суббота. На день рождения Димаша будет на один день раньше, в пятницу. Вот еще что чертовски нравится мне. Он жил в Лос-Анджелесе. Вы знаете, что он был какое-то время в Лос-Анджелесе? И что он учился в школе кинорежиссуры? Или что-то в этом роде? Вы ездили в Лос-Анджелес? Или, возможно, кто-то ездил из ваших знакомых? Для нас это своего рода секрет. Я пыталась разузнать и поехать в Лос-Анджелес, и встретиться с Димашем. Но не поедешь же без приглашения. И информации никакой не было. Где он конкретно находится. Но я об этом сильно не переживала, потому что понимаю, что если человек не хочет встречаться с кем-либо из поклонников, то значит он не может в силу занятости. Да, они хранят информацию. Очень трудно найти Димаша, конечно. И следить никто не будет, чтобы жить в каких-то местах, где он жил в разное время. Он то приезжал, то возвращался. И человек по имени Дэвид Фостер, продюсер. Вы же знаете о нем? Он музыкант и продюсер. Дэвид Фостер встречался в одно время с певцами церквей Госпеля. И это было круто. Он посещал школу кинорежиссуры. У него была своя школа в Лос-Анджелесе. В общем, Дэвид Фостер живет в Лос-Анджелесе. Я думаю, что Димаш, пока живет в Лос-Анджелесе, также встречался с Уолтером Афанасьевым, который писал песни для Мария Керри. Димаш встречался с Дэвидом Фостером. Именно Уолтер Афанасьев знакомил их друг с другом. И не только с ним. Уолтер был одним из тех, кто знакомил Димаша со всеми. Димаш рос, как Майкл Джексон, Фредди Меркури, Битлз, Элвис Пресли. И все они выглядят одинаково. Когда Димаш приехал на конкурс The World Best, помните этот конкурс, где Димаш пел и ради детей вышел из конкурса? Димаш тогда смотрелся наивным. И с этой точки зрения, как американский мир, работает в индустрии развлечений. И Димаш пришел на конкурс с широко открытыми глазами. В этом конкурсе еще участвовала внезапно появившаяся девочка из Казахстана, Данелия Тулешева. Еще был мальчик из Индии. Димаш соревновался с детьми 12 лет. И Димаш заявил, «Не хочу соревноваться с детьми. Этого нет в моей культуре. Мы растим детей и не препятствуем их росту». Поэтому Димаш отошел в сторону. Один из судей даже обругал Димаша. «Ты не можешь этого делать». А другая женщина сказала, «Это не свободный этап или что-то в этом роде». Третий судья заставил ее молчать. В общем, все были в шоке. У Димаша родители были также в шоке. Это было в 2017-2018 годах. В любом случае, его назвали лучшим в мире. Это было на CBS канале. Судьи не были честны с ним. И поэтому нам пришлось увидеть темную сторону американского музыкального бизнеса. Потом мы узнаем, что он приехал и поселился в Лос-Анджелесе. Я уверен, теперь Димаш знает темную сторону американского музыкального бизнеса. Только 10% развлекательного бизнеса – честный бизнес. 90% – это плохой бизнес. Вот теперь нам интересно, что Димаш будет делать после того, как поехал в Лос-Анджелес. Это главное, что я хотела донести. Что Димаш делал до 30 лет? Живя в Лос-Анджелесе 3 недели, а потом 5 недель. Димаша отец – канат очень мудрый. Его семья вокруг него. А еще он стал работать со своим братишкой Мансуром. И это действительно круто. И сестра рядом. И я уверен, что она на пути к выступлению. Кроме того, у Димаша действительно очень хорошая команда. Димаш независим, его нельзя купить. А ведь вы знаете, это одна из главных вещей в западноамериканском музыкальном бизнесе. Никто ему не указывает, ты должен сделать то или ты должен сделать это. И Димаш сопротивляется всему этому. Потому что он очень сильная личность. Сильная семья. Сильные родители. И все эти черты нравятся Дирс. Да, ты прав. Я думаю, если Димаш приезжает постоянно в Америку, то он купил, скорее всего, дом здесь. Но это только мои мысли. Как вы думаете, раз Димаш гипотетически приобрел недвижимость, то это понятно со всех сторон. Он большой вевец, узнаваем во всем мире. И он, наверное, имеет хорошие деньги, как со Spotify и YouTube. У Димаша есть деньги. Ваш вопрос, хорошо ли это или плохо, что он купил недвижимость в Америке? Мой ответ – да. И почему? Потому что он действительно хочет стать частью западноамериканской музыки. Он обожает Майкла Джексона и Фредди Меркри. И они по-прежнему часть западной музыки. А также Димаш хочет ворваться в западный мир развлечений. И все это он хочет сделать на своих условиях. Черт возьми. И мы любим Димаша за то, что он делает это по-своему. Потому что музыкальная индустрия Запада делает с артистами то, что они сделали с Элвисом Пресли. Переживали его и выплюнули. Элвису Пресли было всего 42 года. Они сделали это с Принцем. Ему было всего 57. Майклу Джексона было 50. Или что-то в этом роде. Самые большие звезды пережевываются и выплювываются. Потому что музыкальная машина предназначена для зарабатывания денег. Каталоги музыки и издательские дела невероятно хорошо работали после их смерти, к сожалению. Это сумасшедший мир. Они мотивированы избавиться от больших артистов в какой-то момент. Димашу 30 лет. И его отец рядом с ним. Семья все еще рядом. Команда все еще рядом с ним. Теперь Димаш все может делать на своих условиях. И это качество Димаша нравится нам. И Димаш очень сильный. И он просто сделает это, когда ему исполнится 30 лет. Что я имею в виду? Димаш уже говорил, что не все так, как раньше. Все меняется. Осталась одна неделя, когда ему исполнится 30 лет. Я думаю, следующий шаг будет очень захватывающим. Действительно захватывающим. Он уже спел песню с Пласида Доминго. Это называется «Ловцы жемчуга». Оперу написал Безе «Это мой любимый дуэт». Я мечтал спеть тоже дуэтом с Димашем 3 года тому назад. Я действительно рад, что он сделал это с Пласида Доминго. Это здорово. Пласида услышал о Димаше от своего внука и захотел встретиться с Димашем. Это было действительно захватывающе. И еще. Что нам нравится в Димаше? То, что он может петь в любом стиле. Песня «История одного неба». В ней Димаш борется со злом, с плохими вещами. И там он поет хард-рок. Дуэт с Пласида Доминго Димаш поет оперу. Звучит все это просто великолепно. Димаш может петь в любом стиле. И все нравится нам Димаше. И все это делает он по-своему. И он не похож на танцующего медведя или пони с одним трюком. Он соединяет множество элементов разных стилей. Создает очень привлекательный звук. Его собственный звук – звук Димаша. Большие звезды – Элвис, Битлз. У них у всех был собственный звук. Их стиль, который все узнают. У Димаша есть стиль, который все узнают. И это действительно интересно. Потому что он изучал джаз, даже композицию. Его композиции могут играть инструментальную роль. Инструмент с его певческим голосом, с которым никто не может сравниться. Я уже не говорю о диапазоне его голоса. У него один из самых больших диапазонов в мире. Он не пытается попасть в книгу мировых рекордов Гиннеса, выпускать большое количество пластинок. Он артист. Даже больше, чем артист. У него большое сердце. Он пытается спасти мир и помочь миру. Он, конечно, будет использовать свой артистизм, чтобы попытаться помочь миру. Песня «История одного неба» выделяется в его репертуаре, потому что в содержании песни он борется со злом. Он за невиновных людей, где бы они ни были. Вообще все мы люди мира. И мы видели Димаша, как он вкладывает в эту песню всю свою страсть. Он, кстати, впервые спел хэви-метал в этой песне. Он не пел этим стилем раньше. Димаш очень стильный молодой человек. Это он особенно продемонстрировал, когда пел Спасидо Доминго. Это стиль оперы. Спасибо за интересную информацию. Нам очень нужно все это знать, потому что скоро день рождения Димаша. Будет большой концерт в Стамбуле. Спасибо. Я очень ценю наш разговор. Вы сказали, что у него будет концерт в Стамбуле? Да, будет концерт в Стамбуле. Его день рождения. 24 мая он будет в Стамбуле? Я был в Стамбуле в 2013 году. Я был в мечети Айя София, которая раньше была базиликой или собором, или что-то в этом роде. Он едет в Стамбул на свой день рождения. Поздравляю Димаша с его днем рождения. Моему сыну только что исполнилось 30 лет. Мой сын старше на один месяц. У моего сына будет в августе день рождения. Он с 1994 года рождения. Так их трое. Мой сын, твой и Димаш. Мы очень защищаем наших сыновей и передаем это качество им. Да, да. Я хочу сказать одну вещь. Я заметил, когда Димаш прилетает в ту или иную страну на свой концерт, то ее встречает 80% женщин. Я знаю такую известную девушку, которая встречает 80% мужчин. Она танцовщица, певица из Южной Кореи. Она на Тайване является большой болельщицей профессиональной бейсбольной команды Dragon Baseball. Ее зовут Ли Ду Ли. Она немножко моложе Димаша. Ей 25 лет. Она очень популярна. Миллионы просмотров на Ютубе. Она выпустила свой первый клип под названием Hum. Она пытается заниматься кей-поп. Она почти зеркальное отражение Димаша. И встречает в аэропорту 80-90% мужчин. Димаш элегантный. Лицо интересное. Красивый он. Я хочу задать тебе вопрос. Когда Димаш женится? Хороший вопрос. Не знаю. Я думаю, Димаш придерживается американского стиля. В американском стиле мужчина не женится рано. Может, он женится на американке? Может быть. Димаш купил себе дом в Лос-Анджелесе. Если он купил дом, значит, он скоро встретит кого-нибудь. Может, это будет американка? Почему бы и нет? Димаш очень предприимчивый. Он хочет исследовать мир. Возрастание его пригласили работать в Астана Опера. Димаш ответил. Спасибо. Но я хочу исследовать музыку и путешествовать по миру. Еще я тебе скажу. Элвис бы выиграл свою первую Грэмми, когда ему было 30 лет. Почему? Потому что двигал бедрами и тому подобное. Его родителям это не нравилось. И это было слишком сексуально. Но подросткам это нравилось. Поэтому, скорее, он был бутовщиком. Грэмми стали присуждать в 1958 году, когда Элвис начинал свою карьеру. Тогда он играл более традиционную музыку. Но надо отметить, он был слишком сексуален. Своими выступлениями он был бутовщиком. Димаш может стать бутовщиком в том смысле, что у него есть свой стиль. Он думает то, что он хочет. Он не музыкальная машина. И он умеет говорить нет. Вот это и есть секрет, почему Димаш очень знаменит. Он сильная личность. Он сильный, как сталь. Его поле подобно стали. И он хороший парень. Его улыбка. Мы можем видеть его решимость и просто силу внутри него. Потому что его поддерживает его семья. Казахстанцы, его страна, Казахстан. Он очень скоро будет знаменитым, как Майкл Джексон. Он и сейчас знаменит, но будет еще более знаменитым. Его практически все знают. И он уже становится более узнаваемым. Во всем мире. Поэтому он хочет ворваться в мир. Остался только Запад. Это последняя и самая большая влиятельная часть, в которую он еще не вошел. И это будет так, потому что он не будет играть в их игру. Он будет делать то, что ему нравится. Ему говорят. Мы не будем тебя искать. Но он приедет в Лос-Анджелес, купит дом и будет знаменит. И здесь. Потому что у него воля сильнее, чем у всех этих людей в музыкальной индустрии. Да, да, ты прав. Спасибо тебе, Джей Кей. Спасибо всем дирс, которые смотрят нас. Приятно видеть, что ты снова отлично себя чувствуешь. Вы классно выглядите. Сан-Франциско. Красивая обстановка. Твой дом. Калифорния. Снаружи очень красиво. Выглядит красиво. Много стекла там, где ты живешь. Выглядит красиво. Удачи с организацией и проведением мероприятия в честь дня рождения Димаша Кудайбергена. Да, мероприятие будет в Сан-Франциско. Во всем мире дирс будут праздновать день рождения Димаша. Спасибо, дирс. Подписывайтесь на мой канал. Покажи футболку. Выглядит круто. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok